Если мы говорим, мне кажется, про отдельного человека, то, на мой взгляд, то в корне своей природы человеческой не меняется, что 7000 лет назад, что 100 лет назад, что через 50 лет. В этом контексте страшный, не страшный, оно скорее связано с внутренним состоянием человека, с его опорой в некоторых сакральных ценностях, в сакральных смыслах. То есть, если вы не обладаете контактом с источником некого большого смысла заглавной буквы, которая задает направление вашей жизни, которая задает этой жизни некую сакральность, то вы обречены на страх вне зависимости от того, в какой момент времени вы находитесь, в каком государстве вы находитесь, в каком благосостоянии вы находитесь. В этом смысле приходит на ум цитата из первого псалма, где о таком состоянии человека говорится как «прах носимый ветром». Здесь это, конечно, что про Россию, что про мир, что про отдельного человека. То есть, к сожалению, мне кажется, в социальности вот такого, под таким углом зрения человеку найти утешение и защиту от страха невозможно. И если вы, вот, допустим, наш собеседник, наш читатель, ощущает себя вот этим неким перекати-поле без некой точки опоры, вокруг которого формулируется его система ценностей, то вот эта сама реальность для него всегда будет нетерпимой и сама всегда будет страшной. Если же говорить о мире в целом, то мы должны с вами понимать, что с точки зрения истории на данный момент не происходит ничего такого экстраординарного, а происходит примерно ровно то, что должно. Я подозреваю, что вашу аудиторию будет волновать вопрос о войне, но мы должны понимать, что война — это неотъемлемая часть вообще всей системы международных отношений и всей системы исторического развития. Есть и более тонкие смыслы. Еще Аристосель говорил о том, что мы воюем для того, чтобы жить в мире. Более подробно, если интересно, вот в книжке Николь Ларо про это написано, что единственный способ предотвратить, как это знали греки, войну гражданскую внутри себя — это совершить войну внешне. То есть город, мир внутренних городских стен поддерживается ритуалом, с одной стороны, то есть мощной системой сакральности, в которой все принимают участие, либо же внешней войной по лемосам, где люди ходят за славой некоторой, за эргой, и через эту эргу они компенсируют свои внутренние противоречия. А внутри себя любое сообщество, больше там, не знаю, даже на самом деле любого, от семьи до государства до мира всегда находится на грани вот этого стазиса, на грани гражданской войны. Поэтому, опять-таки, если мы воспринимаем некую такую мечту, если мы формулируем терпимость и прекрасность как некую вот условие такого беспотрясения, беспотрясенности, не знаю, какое слово подобрать, то вот это такая невозможная мечта, которая, опять-таки, преследование которой будет только обрекать нас на отчаяние. Если говорить конкретно о сегодняшнем моменте, то мы видим то, что это момент перелома, то есть мы видим, что закрывается очень большой цикл, такой большой философский, культурный, исторический, он по-разному можно отсчитывать, кто-то его отсчитывает, там, две тысячи лет. Ну, я ограничиваюсь четырехсотлетия, периодом четырехсотлетия, это четырехсотлетие модерна. И, к сожалению, смена эпох такого рода, она всегда заканчивается, проходит через этап определенного вот такого потрясения. В популярном образе это всадники апокалипсиса, если угодно. Чума у нас с вами уже была ковидная, вот сейчас проходит период войны, грядут еще большие потрясения, ну, в этом контексте, в той или иной форме. И если мы обладаем возможностью, вот, смотреть исторически, то, наверное, это нам меняет стратегическую перспективу и позволяет, вот, фокусироваться не на этом периоде, не на этом этапе разрушения, задаваться больше вопросом о том, что будет после. Но делать это, опять-таки, можно, мне кажется, только если мы понимаем вот этот макроконтекст, вот эту большую глобальность. Если же говорить в целом о таком мечте не страшности и терпимости, то, наверное, какая-то мечта указывает нас в сторону духовного преображения. То есть, потому что это единственное условие, когда вот эти внутренние процессы сообщества могут решаться иным путем через путь вот этого некого конфликта. Но, к сожалению, здесь мы, как бы, оставаясь реалистами, должны понимать, что на это не то чтобы рассчитывать нельзя, но хотя бы надо признавать, что такой задачи никто никогда себе за последние двух тысяч лет на социальном уровне это, по сути-то, и не ставил. То есть, опять-таки, мы возвращаемся с этой взаимосвязи индивидуального и социального, и на индивидуальном уровне путь к миру, он идет через вот некий процесс обожения, через некий процесс духовной трансформации. А если... И тогда вот это то, что проблемы, которые вы ставите в своем начальном вопросе, она снимается. Если же этого не происходит, то нам остается базовый исторический сценарий, о котором описывали от Иббенхальдуна до Геббона вот эти все циклы, которые проходят неизбежным путем, или, как писал Харок Сай, нет мира нечестивым, что, собственно, тоже об этом. То есть, если мы остаемся в рамках вот этого обычного нормального исторического процесса, то вот так и будет. А если возвращаться к вашему вопросу, все-таки на мировом уровне, то какие-то вот контуры мира после цикла разрушения, мне кажется, сейчас можно все-таки очень так ограниченно отследить. Конечно, проще сказать, каким этот мир не будет, это будет, скорее всего, не мир победившего Фукуяму. То есть, это будет не либеральный глобальный мир, не мир с единой системой ценностей. Можно также сказать, что это будет мир, в котором более прав на какой-то период окажется Данилевский. То есть, это будет мир больших культур, больших традиций. Что, кстати, опять почему происходит такое потрясение, потому что миропорядок традиций, миропорядок культуры, он качественно отличается от миропорядка, например, государств наций и наднациональных образований. Это качественно иное измерение. Но в этом смысле, в каком-то ключе, это скорее, я воспринимаю движение позитивное. Потому что вот это разнообразие разных качественных субъектных традиций, она открывает возможность, наверное, к какому-то большему новому, к большему разнообразию настоящему. То есть, не к разнообразию, которой, условно говоря, мы все, условно, выглядим по-разному, но думаем одинаково. А вот к разнообразию, как к разным парадигмальным традициям мышления, как к разным способам мышления, как к согласованию этих способов и поиском неких путей диалога между этими разными традициями, и каким образом они могут между собой договариваться. И тогда я бы сказал то, что степень вот прекрасности и терпимости и для человека, и для культуры, она в этом новом мире будет пропорциональна вашей адекватности, вашей любви, вашей собственной традиции. То есть, то, насколько вы вашу собственную традицию понимаете, любите, развиваете, то, насколько вы эту традицию, традицию, если угодно актуализируете. То есть, она может находиться в латентном спящем состоянии, а вы ее можете актуализировать. То есть, помогать ей преодолевать свои трудности. То, что у каждой традиции есть еще такой феномен, то, что я называю тенью, немножко в приоритетском смысле, но каждая традиция, она обладает своими сильными сторонами, обладает своими темными сторонами. И вот это огромная же работа и культуры, и аналитики, и философии, и истории для того, как свои темные стороны преобразовать, встретить, чтобы это произошло не разрушение, а произошло, наоборот, свет развития. То есть, своего рода то, что называется психология интеграции тени, то же самое примерно может происходить на историческом уровне. Но первым этапом будет, конечно, сначала распад вот этого некого искусственного единства, на признание, на право на взаимное существование вот этих субъектных традиций. Потом долгий путь внутри каждой традиции, мне кажется, некого поиска, вот по актуализации приведения в себя в ту форму, в какой она должна быть. И тогда мы уже можем помечтать о неком идеале, то что уже после этого длительного периода, когда каждая традиция себя гармонизирует, наступит некая форма гармонии между ними. То есть, если вы читали «Диалоги Платона», там вот, где он написывает Атлантиду, там же есть такой образ двенадцати царей. То есть, там двенадцать царей, как каждый представляет условно каждую особую традицию, особый подход к восприятию, между ними образуется некий совет, и вот это он называет условно прообразом мирового правительства. То есть, там последние уже были потом более поздние интерпретации, но здесь нужно правильно понимать порядок возникновения. То есть, сначала актуализация традиций, сначала их осознание самих себя, потому что не осознав самого себя, вы не можете быть полезными ни для другого, ни для самого себя. И потом уже на основе вот поиска гармонизации сильных и слабых сторон каждого, вот тогда, соответственно, можно будет подумать, может быть, к следующему столетию примерно такое светлое будущее и наступит. Это не совсем возврат. Будучи самым консерватором и традиционалистом, я прекрасно понимаю то, что не проворачивается. То есть, просто вернуться мы не можем. Что мы можем, это провести большую интеллекту... Ну, к вопросу об ответственности. Это вопрос, это ответственность людей культуры и людей смыслов. То есть, это им дано и за это с них спросятся. То есть, это, можно сказать, коллективная задача — провести работу со смыслами, раскопать эти смыслами, провести очень жесткую рефлексию на тему того, что пошло, восстановить причинно-следственные связи, как оно пошло, как оно не пошло. Почему оно пошло с другими, в диалоге с другими культурами, с другими контекстами, как происходила внутренняя колонизация модерном. То есть, что у меня один из основных тезисов — глобальная колонизация модерном, она и по русской культуре в широком смысле пропахалась очень сильно. И это все большой, сложный творческий, из позитивного процесса. И вот на основе этого творческого открытия, переоткрытия источника возродить это через смыслы в культурном восприятии, в общественном восприятии. То есть, это происходит всегда через диалог, через культуру, через тексты, через выступления, через смыслы. И тут интересный момент — это чисто практическое наблюдение. Если происходит удачное, то есть удачное в том смысле верное, то есть что-то, если адекватная реальность, можно так сказать, перенастройка, то тогда происходит попадание в архетипы коллектива. Да, я употреблю это немножко вульгаризированно, я понимаю сам эту вульгаризацию, но коллективное и бессознательное конкретного сообщества, конкретного архетипа. То есть, условно говоря, в китайской традиции это называется «исправить имена и восстановить ритуал». То есть, когда происходит вот это событие, то тогда внезапным образом все вокруг вас начинает собираться, меняться и двигаться в нужном, ну, не в нужном, а в более истинном направлении. Давайте так сформулируем, отвечая на ваш вопрос. Но это очень сложный, повторюсь, творческий процесс. И давайте говорить прямо, одна из больших, ну, таких принципиальных ошибок, или можно так же сказать, здесь прямо говорить, вина условной творческой интеллигенции последних 30 лет, в особенности, это, ну, полный отказ от этой своей роли. Это, по сути, полное презрение к этой традиции и вообще игнорирование необходимости этой работы. То есть, и частично то, что мы наблюдаем сегодня, это своего рода такая историческая, ну, последствия. Давайте так, не будем уже говорить более гробными словами, но, к минимуму, это неизбежные последствия, то, что если вы не проводите глубинные работы с космыслами, то они будут решаться именно, ну, как умеют. Ну, вот как оно обычно в истории происходит. А обычно в истории оно, повторюсь, происходит через некие катакстропы, через все некоторые катаклизмы. Видите, но здесь для меня это важно именно понимать причинно-следственную связь, что это неизбежно, если другие способы вы не использовали 30 лет. То есть, это же тоже нет. То есть, с точки зрения истории вы накапливаете... То есть, это вот к вопросу стазисе, который описывал Платон, ну, то есть, греческая традиция. То есть, если вы в себе накапливаете эти противоречия намеренно, если вы не работаете со своей традицией, то у вас вот эта постоянно тлеющая гражданская война, она не оставляет культуре никакого иного выбора. Ведь вся библейская традиция, она же об этом говорит. То есть, если вы берете Иеремию, если вы берете Исаию, то есть, они постоянно пишут, что у вас внутри беззаконие, у вас внутри это, и у вас оно неизбежно произойдет. Это глобальная проблема. Тут можно выйти на более высокий уровень, что это не конкретно проблема, допустим, России, то в целом проблема вот этой всей культуры модерна. У нас поломаны структуры рефлексии коллективно. То есть, и, соответственно, просто в системе накапливается, то есть, если мы говорим не библейским языком и научным языком, у нас в системе накапливается непреодолимый груз ошибок, который может найти свое разрешение только через внешний конфликт, только через войну, через насилие. Опять-таки, здесь библейская метафора, если вы помните, вот это котла с накипью. То есть, если в котле есть накипь, которую никто не чистит столетиями, то единственный способ этой накопи сойти – это котлу быть раскаленным. И пока это накипь не сойдет, он будет раскаленным. И здесь нет такого, знаете, очень… Давайте, если мы говорим на какую-то серьезную аудиторию, то давайте понимать, что это не проблема. Вот есть какой-то отдельный, злой, злобный отдельный человек, и вот он такой, а мы все тут такие прекрасные, и вот если бы не он, то все было бы хорошо, и все было бы по-старому, и оно бы так и продолжалось. Нет, как раз исторический взгляд, библейский взгляд говорит, нет, оно продолжаться в любом случае не могло. Ситуация была заведена вот этой определенной внутренней духовной ленностью на большом социальном уровне, что кроме войны переход в новую систему был невозможен. И сейчас, по сути, происходит некая форма такого подсечено-огневого земледелия, когда все старое должно сгореть, и на его месте должны вот прородиться семена нового, почвы нового. К сожалению, это… с точки зрения нашей человеческой, поскольку мы этого современники, нам это сильно не нравится, и здесь я, как человек, прямо скажу, предпочитал бы другие методы совершенно, но с точки зрения истории оно, как бы, оно всегда так происходит. Оно по-другому никогда не происходит, и это как раз одна из наивных вот нам доставшихся ошибок, словно говоря, того же глобализма, от Прэнсиса Покуямы, то, что вот конец истории, и все пошло внезапно… и мы внезапным образом получили иммунитет от вековечных законов. Но такого тоже не бывает. Более глобально не отрефлексировали, что, собственно, нам и есть. То есть… Давайте тут общую там парадигму. То есть для меня все-таки вот на общей картине, начиная с вот… с 16-го века, начинается… ну, 17-го века начинается глобальная колонизация определенной антологии, преантологии системы и ценностей, то, что называется в широком смысле модерном, всех других культурных пространств. Вот это… от Африки до Китая до России, включая в широком смысле русскую культуру. Не произошла рефлексия того, то, что является, допустим… Ну, давайте так, каргокульт. Давайте я прямо скажу. Мне кажется, что главная вина интеллигенции в последних тридцать лет, что она занималась каргокультированием исключительно. В принципе, и советская интеллигенция этим тоже отвечала. Вот это все время… Все время… И раньше было знаменитая гриппоэдовская французия без борода. Вот это все про… Оно все про вот это. То есть мне кажется, главная все-таки вина культуры, потому что то, что вы перечислили до этого, это следствие вот этого глубинного раскола, который непреодолен. Это бесконечное повторение каргокульта, бесконечное оглядывание на то, а что думают там, а как это. Вот это все время желание, с одной стороны, быть… Понравиться, и при этом невозможность реализации этого желания, кстати, оно создает большой невроз и на уровне культуры, и на уровне смыслов. Но для, условно говоря, творческой интеллигенции этой проблемы не было, она эту проблему вообще не исчезала, и более там, она активно в этом каргокульте, мне кажется, приняла полностью участие с большой финансовой выгодой для себя. И вот этот классический раскол между, условно говоря, коллективным культурным восприятием и желанием очень узкой прослойки просто вот получать, ну, давайте так скажем, хотя бы почести через вот это копирование смыслов, можно сказать. Это же большая почерская работа. То есть если вот возвращаться к большому тезису, то чтобы каждой традиции же нужно выработать вот в будущем опять-таки свой язык восприятия. Допустим, все термины условно говорят, что такое демократия, что такое право, что такое закон, что такое культура, что такое ложно, что такое истина. Оно для каждой культуры же на самом деле разное. То есть вот попытки натянуть вот эту одну общую, простите, сову на такой, как бы на очень разные глобусы, на множество разных глобусов, оно заканчивается тем, что заканчивается. И главная вина здесь, мне кажется, это полный отказ от разработки вот этого собственного, аутентичного и философского языка, и культурного языка, и смыслового языка. И за ним уже следует все остальное. То есть за ним оно идет. То есть я такую восстанавливаю причину, следственную связь. У меня очень непопулярный взгляд на этот момент. Вот к территории и к этносу я отношусь очень, если честно, я не считаю их первичными. То есть у меня, вот здесь я не даром потребил слово традиции и культура. То есть для меня первичным субъектом, особенно субъектом будущего, является именно традиция и культура. К ним я отношусь как к некому, если угодно, сокровищу, как к некому определенному почетному знамени. И для меня, по сути, кто окажется достойным этого сокровища, кто окажется достойного этого знамени, тот и будет ядрообразующей, ну вот, давайте говорить, политической субъектностью того или иного культурного проекта или той или иной традиции. То есть это у меня такой... Можно объяснять, почему я так философски считаю, но если говорить на практическом, на более практическом уровне, то вот как раз проблематика всего вот этого этнического и территориального, она вторична по отношению к проблематике для меня смысловой. Потому что, опять, если мы смотрим... Если мы хотя бы чуть-чуть-чуть расширяем наш горизонт, то мы понимаем, что границы меняются, народы меняются, все постоянно меняются. А вот культура и традиции имеют свойство продолжать себя в тысячелетиях, либо умирать полностью. Тут уже как бы два варианта. Но это и есть, мне кажется, субъект, за который стоит, по крайней мере, аналитически ухватываться, чтобы мы могли хоть что-то понимать в происходящем событии. Смотрите, в целом, если говорить вот в такой палитре цивилизации, то надо понимать, что у каждой разной культуры, разной традиции есть свои предельно сильные стороны, в которых, ну, будучи человеком вершим, считаю, в котором она призвана. То есть, условно говоря, у каждого и человека, и у культуры, и традиций есть своя особая историческая задача. Здесь я являюсь в каком-то степени историософом, и я считаю, что в истории есть смысл, а это не просто, ну, знаете, просто марксистская, бесконечная, там, или нижчанская борьба за власть. И тогда вот в целом у стран православной культуры есть фундаментальная вот ее и сила, и способность, это же православие, правильное учение, оно двоякое. С одной стороны, это вот некое хранение, роль хранителя правды, роль хранителя смысла. То есть, это вот функция такого условного мудреца, а второй, это другой элемент функции мудреца, это функция связующего. То есть, это можете называть всемирная обзывчивость Достоевского, вы можете называть это всемирный посредник, всемирный переводчик, как угодно. Но вот эта постоянная пограничность бытийствования, которая как нигде чувствуется в странах православной и шире восточноевропейской культуры, она, если даже смотреть не христианские, а фиминологичные, то, знаете, вот сложно вам идти против вражна, что называется. Вот попытки быть не тем, что ты, к чему ты призван быть, они всегда заканчиваются довольно уродливыми государственными образованиями, государственными построениями. Тут интересный пример, допустим, возьмем английскую, просто пример из истории. 16 века англичане, по сути, отшит Европы, никому не нужно островное государство, только недавно прошли крупнейшие династические войны, сейчас вот произошло отлучение, то есть раскол со всем католическим миром, до этого боролись за несчастную Францию тоже на протяжении столетий. И приходит новая элитная смысловая концептуальная группа, которая, ну, там было много элементов, но один из ее шагов, он просто очень фиминологичный, он поражает парадокс этого мышления. Мы остров, мы окружены морями, давайте будем кем кем мы есть, море наше, зачем нам земля, мы будем действовать через море. И вот это фиминологичность, то есть, условно говоря, вы понимаете то, к чему вы призваны, то есть, что такое фиминологичность, как термин применительно к практической политике. Вот если говорить к внутреннему содержанию традиций условно православной культуры, то, конечно, это вот эта двоякость. Это, с одной стороны, умение связывать и умение сочетать в себе, казалось бы, несовместимые вещи, принять в себя все, преобразить и сделать из этого что-то новое, вообще творение нового, творение новых смыслов, это по-хорошему то самое ценное, что благодаря чему наша в широком смысле русская культура, в очень широком смысле, является ценой для мирового восприятия. То есть, второе, это, соответственно, ну, оно идет бок о бок, в руку, это через постоянные механизмы всякой сложной рефлексии, через некие духовные пути, это вот хранители некого вот такой камертонный потенциально духовное нравственного учения. А в том мере, в какой этому происходит несоответствие, ну, в том мере теряется вот на вот этом глобальном концерте и теряется интерес. Поэтому можно надеяться, что по итогам сложных потрясений удастся сделать шаги вот в эту сторону обретения самого себя. Мне кажется, главный триггер – это символизм. То есть, мне, давайте так скажем, мне кажется, то, что вот чем одна из крупнейших фундаментальных сегодня проблем культуры, в широком смысле, особенно культуры, травмированной модерном, это, можно так сказать, это вообще понимание, что такое символы, что такое символичное мышление, и как они работают. То есть, по сути, произошел раскол исключительно на материальность, физическую плоскость, и виртуальность как полностью оторванное, как нечто полностью оторванное от материального. А вот символизм, он позволяет найти вот идеальное соотношение обоих феноменов, обоих, если угодно, пространских феноменов. И вот это на практическом уровне, кстати, очень выражено поэзией. То есть, если угодно, поэтичность культуры, и определенная поэтичность тоже православия, она здесь присутствует. И если говорить шире про вот эту русскую культуру, то это, конечно, культура поэтов. Потому что там, где у других философов, у нас поэтов. Это же тоже не случайно, вот если угодно. И это именно свойственно, это свойство высказывать парадоксы, это свойство высказывать невысказанное, это свойство проводить рефлексию методом, который качественно отличается от методом, допустим, радикального научного исчислимого познания. То есть, я бы вот такой пример привел на ваш ответ. То есть, это не совсем бескретность, это именно больше, я бы сказал, символичность. То есть, это именно про символы, про связь между, ну, что мы говорим, небесным и земным. То есть, самое человеческое в человеке. И здесь, кстати, у меня большой оптимизм, потому что в наступающем мире нейросетей только способность створить парадоксы, только способность створить новое, она и остается по-настоящему ценным свойством человека. Ну, во-первых, я бы сначала не призывал обобщать. Молодежь разная. То есть, это тоже. Если мы смотрим на ситуацию вшире, то тот сегмент, который вы описываете, это все-таки, я рискну предположить, большей вероятностью, это молодежь, которая родилась относительно, ну, да, чисто по возрасту, родилась в глобализированном мире и воспринимает этот глобализированный мир как само собой очевидный. То есть, мне кажется, у них пока что даже не произошло еще, то есть, по стадиям отрицания гнеп и прочее, то вот у них пока еще не произошла стадия принятия, что вот этот мир единого смыслового поля, где, условно, ты человек мира сегодня, Netflix, завтра Apple Pay и прочее, вот этот мир, он, в принципе, распадается по объективным причинам вообще вне зависимости от православия и вне зависимости от того, что сейчас происходит в России, в Украине и так далее. Это общий глобальный процесс, у него свои отдельные причины. Если у нас будет время, я сегодня, в принципе, свободен, мы можем и об этом поговорить. Пока что мне бы этим людям, я бы честно сказал, дайте им отгоревать, но их к этому никто не готовил. Их вообще никто не готовил, потому что та система ценностей, которую они воспринимали как единственно возможную, единственную верную, внезапно окажется построенной на пустоте. Это, в принципе, трагизм, как у советского майора в 1991 году, когда внезапно он всю жизнь к этому ушел, а у него все разрушилось, и мы прекрасно знаем то, что огромное количество суицидов последовало примерно именно вот в рамках примерно такого же сценария. Мне кажется, с той частью молодежи, которую вы описываете, происходит примерно, происходит на данный момент по многому и это. То есть это вообще отдельный процесс, а в целом тяжело и плохо. На это накладывается то, что та культура, в которой они волей-неволей были включены, она, в принципе, была культура выхолощенная от смыслов, от радикального бытистования, можно сказать. Заметьте, вопросы о смерти, вопросы о жизни, вопросы о смысле, они же постоянно, они действительно культурой выносились в вопрос кожи о вине интеллигенции. 30 лет вы выносите подобного рода, ради чего ты живешь, зачем ты живешь. Это все выносится за скобки, а потом внезапно, а вот вам радикально жестко поставленный бытистный вопрос, но опять человек оказывается в состоянии паники и прочего. Я здесь даже могу по-собственному сказать, то есть даже с моей, прошу прощения, если это звучит как восхождение, то вырежем, но с моей определенной подготовкой у меня последний год идет очень жесткая рефлексия, которая очень меняет многие вещи. То есть я сегодня не такой, какой был год назад, а полгода назад я был не таким, каким год назад. То есть в принципах то я, допустим, такой же, но мое восприятие очень сильно меняется, требуется очень, на самом деле, большая духовная подготовка, чтобы это произойти. И то есть вот в этом контексте это происходит. Возвращаясь к православной церкви, то, конечно, качественная условно говоря, культурная перезагрузка, или мне больше нравится вот это культурное традиционное преображение, оно для всех болезней будет. То есть это будет вообще очень сложный процесс. То есть он не только для этой молодежи, но для церкви. То есть это, по сути, такой тест на внутреннюю честность, которым всем будет очень тяжело. И здесь, наверное, самый главный критерий, по которому я бы советовал, ну что ли, не ругаться, это очень грубое слово, но честность намерения. То есть как бы, то есть если у человека есть честное намерение двигаться в эту сторону, но вы не согласны с его до конца методами и прочим, но вы хотя бы уверены, что цель-то у вас какая-то намерение общая, то можно пытаться будет в будущем работать. Опять, это немножко про будущее. Немножко путаюсь здесь с мыслями, но тем не менее. Потому что, опять-таки, зашоренность очень преонкологичная, большая. И у меня, и у вас, и у уважаемого Дмитрия, и у других людей пора по все стороны. То есть это, ну раз уж мы работаем со смыслом, нам надо делать, превыходить, вот такой некий шаг вперед, некий подвиг делать. А возвращаясь конкретно к Русской Православной Церкви, ну повторюсь, у нее есть свои недостатки, у нее есть свои достоинства. То есть она, конечно же, и помимо духовного наполнения, то есть как бы, она еще остается человеческим институтом. И в той мере, в какой она человеческий институт, в той мере, она подвержена всем болезням этого человеческой природы человеческого института. В каких ситуациях лучший способ говорить, ну, подобному молодому людям, но, опять, это требует определенного, вот мы перейдем к вопросу субъектности. Здесь вопрос о обсуждении. Сделайте лучше. Ну не то, что сделайте лучше, но лучший способ преображения – это преобразиться самому и через себя начать в этом смысле преображать мир. И к церковным практикам тоже примерно более-менее относятся. Тем более то, что православие, например, в отличие от католичества, это на самом деле в разы более, правда, децентрализовано. То есть, условно говоря, влиять на жизнь отдельного прихода в контакте, организации живой жизни вокруг себя, человеку возможностей очень много. А самое главное, опять повторюсь, ядро, здесь отличие от других традиций. То есть, в православии главное же не чувствование, а именно все-таки оно более интеллектуально. То есть, как бы, ну, в том смысле, правильное учение. То есть, тут можно всегда еще задавать вопрос, ну, допустим, от этого смысла вы отказываетесь. А какой у вас смысл? И чаще всего у молодежи обнаружат, что смыслов у них вообще никаких нет. Они в лучшем случае вам повторят нарративы. То есть, то, что они считают смыслом, он не является. Это является нарративом. Они этот нарратив усвоили, это не их вина. Система образования к этому готовила, СМИ их к этому готовила. А размышлять о смыслах к этому, как бы, никто не звал. Но здесь эпопатически, опять-таки, если вы помните из библейского описания, после чуда первого преломления хлебов, то есть, точнее, где Христос говорит о Таинстве Евкаристии, то от него все разбегаются, и остается очень небольшое число апостолов, он говорит, ну что, как бы, условно, вы меня тоже покинете. Ну что, Петр ему отвечает, так, куда же мы пойдем, у нас глаголы, у тебя глаголы вечной жизни. Вот здесь примерно тот же самый, условно говоря, процесс. Смысл-то. Проблематика смысла, ее избежать невозможно. Вот Эрик Фоггелен, это такой американский философ немецкого произвождения XX века, у него была прекрасная цитата, то, что можно выкинуть из культуры и христианства, и вообще, всякое упоминание о Боге, но жда жду о вечном, вы из души человеческой не выйдете. И вот я бы в разговоре с молодежью обращался к этому, что пока первым шагом признайте эту жажду, а потом начните поиск. И я здесь очень, как бы, терпеливо отношусь, рано или поздно вы куда-то выйдете. Вы, как бы, выйдете, и оно в каком-то смысле произойдет. Потому что, на мой взгляд, вот эта жажда, ее истребить невозможно, как раз в трагичности современной культуры, откуда вся статистика и весь мой подкаст «В поисках смысла» с Евгением Голубом. Подкаст, он именно про это. Мы же начинаем с того, что парадокс. Материальное благополучие прекрасное, а смерть и отчаяние, чем более вы развитые, тем более они идут по экспоненте, хуже того, они идут по экспоненте в каждом следующем молодом поколении еще больше. То есть смерть от наркотиков, смерть от суицида, клиническая депрессия и так далее. Допустим, если говорить про ту страну, где я сейчас живу, то среди молодежи, среди девушек это доходит до 50-60%. Что вы ожидаете от людей, которые в буквальном смысле психически не здоровы? То есть, в принципе, тут, в принципе, надо по-другому к этому относиться. Не совсем. Это моя, скорее, вина. Не совсем точно тогда выражал мысли. То есть, первая часть, правильно, да. То есть, с точки зрения абсолютной субъектности и той же модель Господь-Бух. Если говорить о проектах, то я бы там сказал политическая субъектность. Просто там был контекст больше именно политический. То есть, мы говорили о политике. Поэтому, если вот сограничивать ваш тезис до политической субъектности, тогда тысячелетний проект. А если говорить о человеке и о субъектности в целом, то я субъектность определяю следующим образом. Такое синтетическое определение из разных кусочков. Но вот для себя таким образом сформировал то, что субъектность – это способность принимать решения, направленные на достижение определенной цели в определенной картине смыслов. В кавычках, в идеале, картина смыслов – адекватная реальность. И нести ответственность за эти решения. То есть, это вот такое немножко синтетическое определение. Но, как вы понимаете, им, как бы, человек тоже может спокойно обладать этой самой субъектностью. И второй важный элемент тогда то, что понимание, что субъектность в моей модели, она пропорциональна и фрактальна вот той ответственности, особенно в социальном измерении, которое человек, условно говоря, на себя берет. То есть, условно говоря, ваша ответственность, если вы являетесь, условно говоря, в каком-то смысле, ну, давайте так скажем. Ну, а бывает это очень сейчас приближительно. Допустим, вы не хотите участвовать в больших политических событиях, больших политических проектах, что для меня является, как бы, нормальным, абсолютно адекватным выбором. Я просто считаю, что излишняя политизация своего рода тоже такая определенная уловка. И тогда, условно говоря, мне кажется, идеальная форма субъектности обычного человека вот в рамках такой картины можно сформировать очень просто. Это, опять-таки, тоже проведут цитаты в Писании, там, в Псалом 36-й, там, уповай на Господа, твори благо, и населись землю, и не ревнуй в камнущем. То есть, условно говоря, то есть, создавай пространство любви вокруг себя в силу своих мер возможностей и нести ответственность за свои действия. В принципе, это уже более чем достаточно для определенного... Это уже огромное... В каком-то смысле это более высокое... И вот здесь парадокс. В каком-то смысле это более высокая субъектность, чем, я не знаю, там, субъектность политического деятеля, которое что-то перекладывает. Вот здесь очень есть определенная такая квантовость, если угодно, восприятие. То есть, в каком-то смысле субъектность отдельного человека может в теории быть... Приблизиться к божественной субъектности в разы больше, чем субъектность какого-то некого политического проекта. Но это именно с точки зрения духовного преобразования. Если же мы говорим о политической, то да, в политическом ключе, конечно, главной субъектностью — это большие смысловые тысячелетние проекты, тысячелетние традиции. И там, да, скорее всего, ключевой выбор — это на какой проект, на какую традицию вы тратите свой талант. То есть, условно говоря, где ваше сокровище, к которому вы будете прилагать свое сердце. Ну, нисколько плохо, просто с субъектом это ключевая проблема. То, что тогда вы неизбежно становитесь ресурсом для какого-то либо субъекта. То есть, вы теряете... Для меня это вы теряете в полном смысле свою божественную искорку. И здесь опять-таки тонкий момент. Только, извините, популярная цитата, только ситки всего возводят в абсолют. В каком-то смысле мы все с вами являемся и субъектами, и объектами. Это тоже надо понимать. Пропорциональность восприятия. То есть, в какой-то области жизни, допустим, вы простроили свою субъектность, но, допустим, политически вы можете спокойно быть объектом. Это тоже бывает. Это довольно динамическая картина, и повторюсь, она пропорциональна. То есть, субъектность человека власти, она одна. И ответственность у него. То есть, допустим, если человек власти является объектом, то есть, у кого призвание властвовать и творить, ну, участвовать в политике, политика про власть, то будучи объектом он, по сути, предает всех, за кого он взял ответственность в этот момент. То есть, будучи, допустим, их представителем или их лидером, по сути, в этот момент произошла, осознанно, неосознанно, в той или иной форме, тут разные могут быть ритуалы и прочие, или процессы, но в той или иной форме произошла, в тот момент, когда он становится, допустим, чужим объектом, он в каком-то смысле придает ответственность этих людей. То есть, ваша объектность всегда пропорциональна той ответственности, которую вы на себя берете. И плохо, хорошо и так далее, это скорее цена. Степень вашей объектности, за нее вы всегда платите той мерой, в какой вы являетесь ресурсом. То есть, вы становитесь в том или ином мире чьим-то ресурсом, нравится вам это или нет. То есть, это, в принципе, опять-таки, нормальный процесс для меня. То есть, нормально в каких-то областях быть чьим-то ресурсом. Но просто тут в идеале определенная способность. То есть, опять-таки, если мы исходим из либеральной парадигмы, где есть просто один атомизированный индивид, у которого безграничная свобода воли, который, конечно, безграничен, но немножко в другом случае, который вообще ни с кем не связан, никому ничего не обязан, то это как бы... То да. То есть, тут-то, конечно, возникает желание абсолютной субъектности, но она невозможна в этом процессе. А в нормальной системе, то есть, в неком таком живом организме, мы все в какой-то мере субъекты, мы все в какой-то мере объекты. И самое важное здесь, это именно рефлексия, четкое понимание того, где, условно говоря, и ваше мнение имеет вес, и ваше действие имеет вес, или не имеет вес, а где вы должны со смирением принять мнение того, кому вы доверяете. То есть, общество, оно более сложно, чем просто вот эти отношения... Ну, опять, вот эта модернистская парадигма, что у нас просто есть вот эти расколотые атомы, расколотые маски, которые между собой просто бегают и собираются в арифметические множества. Общество же не так работает принципиально, и поэтому вот в этой сложной картине это всегда определенное взаимодополнение, если угодно. Мне кажется, есть несколько вот таких исторических граблей, которые заметны и которые надо адекватно просто об адекватной рефлексии понять. Надо в идеале строить то, что органично ложится на эту почву. Ну, то есть, как условно говоря, садовник сажает семена и следит за тем, чтобы оно росло здесь. Не вот, опять-таки, абстрактная какая-то норма, которую кто-то сказал и придумал, что она должна быть универсально хороша всегда и везде, а для конкретной культуры, для конкретной традиции. Есть два очевидных элемента для в широком смысле русской традиции, которые присутствуют. С одной стороны, это огромная тяга к самоуправлению, то есть к советам той или иной формы, к местному самоуправлению, к стремлению, вот чтобы мы здесь на местном уровне сами определяли, как у нас будет. То есть, огромная сила местного самоуправления. Это первый компонент. А второй компонент тоже огромная, ну, давайте я прямо скажу, называют, ну, это монархический компонент, монархический или самодержавный компонент. Он тоже объективно присутствует. Делать вид, что его нет, это врать самому себе и врать окружающим людям. Соответственно, вот это новое мироустройство, ну, не мироустройство, в рамках этой традиции, к вопросу о творчестве, нужно честно подумать, как вот эти два параметра гармонизировать. То есть, как бы, на самом деле, гармонизировать огромную тягу к самоуправлению, с другой стороны, огромную готовность к самодержавию, если угодно. И вот в рамках православной традиции, кстати, это не является противоречием. В рамках западной законнической традиции это обязательно будет противоречие. Эти две вещи просто на уровне логики у вас несовместимы, потому что там закон. Но еще митрополит Белорион сказал, что вам латинянам закон, а нам благодать. И вот здесь пространство парадоксов как раз и возможно. То есть, сочетание, с одной стороны, мощной системы самоуправления, пропорциональной ответственности, то есть некая форма субсидиарности, можно сказать, проблема должна решаться на том уровне, на котором она возникает. И, заметьте, в моменты перемен оно повторяется. Старообрядческая форма самоуправления и советские советы, они имели между собой много общего. Если мы посмотрим на судебник 1555 года к вопросу о законе, то он в разы более, ну вот можно сказать, «либерален», в кавычках, чем та форма судебной власти, которую мы имеем. Потому что большая, например, часть судей, по сути, де-факто, были выборными. То есть вас не могли без решения, допустим, вашего местного представителя, судя на месте, просто взять и повезти, судиться в какой-нибудь федеральный центр. То есть гораздо большая система местного самоуправления. И там много чего интересного. Там и большая часть священников в 16 веке на русские выборные, по сути, особенно переходские. Много чего интересного происходило. Вопрос о том, ввене интеллигенции. Вот это отношение к своей истории. У нас просто там был мрак, чернота и вообще ничего. И мы решили, мы всегда убогие и придите, обучите нас кто-нибудь. Это тоже вот к вопросу тех исторических мифов, которые мешают обретать собственную традицию. Ну вот, я бы сказал, три основных элемента. То есть первое, то, что самоуправление. Второе, некая форма самоудержания. Почему самоуправление? Кто будет определять вектор? То есть некая форма доверия, которая определяет вектор. То есть мы вместе будем... Мы очень разные, но вот у нас есть некое общее направление движения. Некая общая цель. Ради этой общей цели, ради этого движения мы здесь сегодня собрались. Или мы здесь сейчас мобилизируемся. Или еще что-то подобное. Но повторяется это разом раз из культуры в культуру. Может, это нравится кому-то, может, не нравится. Но если это повторяется из эпохи в эпоху, то это надо адекватно осознать, а не просто объявлять это некой формой зла. И это, условно говоря, не демократично. Нас поругают наши гуру. Это же тоже не подход. И более вот эти... То есть это два момента. А более третий тонкий момент – это вот правовая традиция. Она, на удивление, мне кажется, более... Одна из фундаментальных таких практических ошибок была принятие континентальной правовой традиции. Потому что наша правовая традиция, она, конечно, в разы более прецедентарна. То есть у нас... Закон не может здесь быть жестко. У нас принципиально в русской культуре другое воспринятие законности. То есть она не беззаконность, она другая законность. Поэтому суды присяжных, выборные суды, постоянно вот эта традиция, она здесь нормально может работать. Допустим, право помилования у монарха, то есть определенное право вета, тоже может в этой культуре прекрасно работать, на мой взгляд. По крайней мере, из того, что мы смотрим, что вообще в принципе в истории более-менее здесь все работало. Но придется для этого отказываться от целлюзий, что у нас вот может быть такая же, условно говоря, жесткая правовая культура, как на том образце, который мы себе воспринимаем. То есть вот такие три, условно говоря, рейперные точки я бы выделил. Ну опять, это на таком очень высоком философском, сами вы понимаете, уровне. А как это приводить в конкретные политические институты? Ну по-хорошему, возвращаемся к первой теме, именно этим по-хорошему сейчас надо именно про это думать, именно этим заниматься. Потому что когда, как не сейчас, в момент перелома, в момент перехода. Потому что бессознательно оно все равно будет эволюционировать и двигаться примерно сюда. То есть на самом деле, просто вопрос, как этот процесс будет происходить. Перейти против рожна в рамках традиции культуры тяжело. Это вот тоже мы видим. То есть попытки... Это общая большая... Это связано с этим всем феноменом деколонизации, в том смысле, каком она является не риторическим приемом, а конструктивностью. То есть попытки приложить единую, условно, сетку, матрицу к любой культуре, к любой традиции, чем мы последние четыре столетия занимаемся, ну не работает. Вот не работает. Нравится, не нравится. То есть как бы я сам очень люблю другие традиции. То есть я признаю то, что они на другие вопросы. Опять, вы правильно сказали, писатель прекрасный, стилист прекрасный, все такое. Согласен. Но есть, мне кажется, проблема, может быть, личная, что, опять-таки, Владимир, мне кажется, искренне не любит вот это. То есть вот это вот проблема. То есть поэтому у него взгляд идет вот с этой... Поэтому у него своего рода... Оно так может быть, но это именно вот такой, знаете, черный двойник. То есть если угодно. Если вот это все вот намеренно перевести в негативный ракурс, то да, оно будет именно таким черным. Но вот перевод это в негативный ракурс, я здесь сказал бы, это выбор автора. То есть это автору так проще хочется, желание, но, в конце концов, его творчество, его право. То есть надо это прямо понимать, признавать и как бы... Я здесь не отрицаю, но вы задали этот вопрос. А если приводить это, ну, более позитивно, то, опять-таки, все то же самое, но если угодно поменять стиль. Если вы меняете стиль, и вы меняете вектор. Ну, то есть, условно говоря, вот, и оно будет совсем по-другому. То есть здесь вот вопрос тоже о субъектности, вопрос все-таки выбора. Мы, тут же тоже важный момент, мы никогда не избав... То есть одна из таких мечтаний, желаний модерна, это было избавиться от проблематики человеческого в человеке, человеческого выбора, если угодно. А у нас есть свобода воли. Мы один и тот же феномен можем козлу и добро обратить. То есть, условно говоря, да, Сорогин показывает, что происходит, если определенный феномен обращается козлу. Справедливо. Но от этого не следует вывод, что сам феномен по себе зол. От этого не... Это следует в том, что цепочка выборов может человеческих привести козлу. Тогда мы возвращаемся к проблематике нравственности, к проблематике воспитания, к проблематике работы, к проблематике личной ответственности. Вот тогда она вся возникает. И это, я сам понимаю, вот сам вам сейчас говорю, это очень такая зыбкая почва. Мы как бы сразу оказываемся в очень большой зоне уверенности. Нужно требуется какое-то нереально огромное доверие и к человеку ближнему, и к человеку подальше, и, страшно скажу, и в пределе, и к власти в том числе. Но проблема в том, что эта проблема-то не снимаемая. Она всегда останется, какую бы мы систему не строили, быть она там трижды демократическая. Ну вот мы современные американские Соединенные Штаты видим, что избавились они от этой проблемы, но не избавились они от этой проблемы. Есть проблемы, от которых вы избавить не можете. И тогда это вопрос некой внутренней смелости, некой внутренней честности. Да, честно смотреть на это как возможную проблему, как на возможную тень вот этой системы, но делать выбор в пользу другого. личными действиями, личным выбором, двигать ее, чтобы она была другим. А быть она может абсолютно другим. Она может быть прекрасной, повторюсь, субсидиарной, полицентричной системой, объединенной вот этим общей сакральным смыслом, общей сакральной юридичностью, с более понятными механизмами лояльности. Здесь еще можно идти в тему, что, на мой взгляд, механизм лояльности, подобный присяге личному выбору, он более адекватный психологически, чем механизм гражданства, который просто на вас сбрасывается, и вы внесат на член этой нации. Почему вы члены этой нации? То есть это отдельная вся тема. Но вот, допустим, позитив. И вот тогда это создается, с одной стороны, вот эта общая рамка, сакральный ваш политический центр, без которого, опять-таки, ни одно сообщество существовать не может. Нет сообществ, которые не объединены вокруг некого сакрального центра. Их нет. Они в разные формы могут быть в Америке. Там это конституция, в монархии это монарх, в аристократии еще по-другому. Но сакральный смысл сакральный центр, вокруг которого вы объединились, он всегда есть, иначе ваше общество распадается. Всегда так. Это базовый, если угодно, исторический закон. И при этом, но при этом для России это не может быть слишком жестко. Вот, очевидно, слишком большое пространство, слишком большое разнообразие, слишком много разности. И вот здесь, как бы, очень много творческих вопросов, очень много творческих проблем. Очень большая, опять-таки, степень рефлексии для условного Владимира. То есть, не для реального Владимира Сороки, но для условного Владимира. Потому что, ну, есть определенный тоже феномен, то, что наши, ну, мы, как интеллигенция, очень часто склонны вот с таким вот высокомерием и презрением смотреть на разные формы, которые организуются. То есть, мы подсознательно сами тирана хотим, потому что, ой, не дай бог, эти люди тут сами нам управляются, выберут кого-то несимпатичного нам человека. И вообще, как это будет кошмарно, ужасно? Ну, то есть, это к вопросу, да? Ну, то есть, и вот в этом плане вот этот негативный выбор Сорокина, вот именно выбор, это он из этой же тоже стерии. А давайте представим, что вот эти ужасные варвары, то есть, то, что я говорил в самом начале, свою традицию тоже надо сначала полюбить и тоже не ждать от нее каких-то быстрых моментальных результатов и признавать, что, возможно, на этом пути вот определенные сложности, да, труд, да, они в любом случае будут. Для всех правило одно. В той мере, в какой вы можете, творите пространство любви вокруг себя. Объединяйте людей вокруг себя. Помогайте людям вокруг себя. То есть, как бы, ну, созидайте, а не разрушайте. Это ваш субъектный выбор. Какие бы ужасные обстоятельства ни были, ну, вот Франкл, например, он же в концлагере тоже делает этот выбор в пользу смысла, в пользу любви, в пользу движения. То есть, это ваш вопрос о вашей личной субъектности. Вот эту субъектность у вас вообще никто от них не может. Только вы сами можете себя здесь превратить в объект. То есть, абсолютно. А если говорить про людей, ну, условно говоря, скорее чуть больше, про вашу, ну, как я понимаю, аудиторию, где это будет слушать, то, по-моему, мы с вами вот уже повторяющаяся тема в процессе всего интервью, ну, просто поле непаханное для работы. Тут промысливать, продумывать те семена, которые будут потом ложиться в ту почву. То есть, как бы, вот, просто поле непаханное. То есть, и опять, для этого не нужны большие-то ресурсы, на самом деле. Для этого достаточно просто внутренней честности и вот в этой постоянной работе над собой. То есть, пока это не произойдет. Оно может быть... Вот здесь, я иногда понял, я звучу как Джордан Питерсон, который, условно говоря, прежде тем, как задумываться о спасении планеты, уберите собственную комнату. Вот, наверное, примерно да. Вот, если честно, ответ вот примерно такой. И у каждого эта комната же тоже своя. То есть, каждый на своем месте, у него своя комната. То есть, по созданию профессионального любви, по созданию честности. Ну, я уж молчу про такие, по-дальней вещи, условно говоря, ну, не разрушайте, не воруйте, там, я не знаю, созидайте. То есть, все равно всегда есть возможность что-то сделать. Она всегда есть. Поэтому... А как оно будет в будущем, это вот оно произойдет. То есть, это надо из таких обманок абсолютно не думать о том, то, что с вами, ну, о ближнем, то есть, да, то есть, вот, условно говоря, в широком смысле этого слова исключительно фокусироваться на вот этих глобальных макро-процессах, да, в которых мы не субъектны. Это тоже вот парадокс. То есть, да, наша вся инфоповестка погружает нас в основном в процессы, в которых мы субъектностью-то на самом деле не обладаем. То есть, вот, условно говоря, эти большие исторические проекты, но не мы решаем, как они будут происходить. То есть, как бы, но у нас это не значит, что нам нужно от этого просто склеить ласты или пойти в депрессию полностью, или, наоборот, пойти в психозис, то есть, просто там носиться, а, всё пропало, мир разрушен, всё, а, катастрофа, ну, это вопрос. Но это, опять же, требует определённой внутренней работы над собой, подготовки и так далее потом, к сожалению. Но это вот личная субъектность, которая, да, вот, которая, она с человеком всегда остаётся. Ну, священное писание, то есть, правда. То есть, на мой взгляд, недаром это самое... Это очень... Это мета-книга. Здесь, опять, определение Питерсона предельно работает. Это мета-книга, её действительно можно постоянно читать и перечитывать, и как политический философ вы в ней одно увидите, как... То есть, она этим уникальна. Она одинаково хорошо читается и для политического философа, с точки зрения обогащения, и для, не знаю, столяра краснодеревших. Поэтому базовая именно она. По сути, вся русская литература является комментарием к этому же самому произведению, в особенности русской литературы, в широком смысле этого слова. Ну, опять, классическая русская литература, то есть, её действительно, несмотря на то, что школа нас, к сожалению, ей травмирует, её полезно именно уже во взрослом, мне травмированном возрасте читать и перечитывать. Для меня здесь полезен... Ну, Достоевский, Лермонтов, Пушкин, не скрою. То есть, эти классики, они для меня отстают с классиками. И, опять-таки, по мере взрослений, я считаю, что я врастаю. То есть, они в меня врастают. Из мировых, опять-таки, не буду удивлением. Шекспир прекрасный абсолютно. Если говорить о трагедии власти, то Ричард Третий отдельно. Просто если вас что-то интересует просто про власть, понять, что такое власть, как работает власть, вот читайте Ричарда Третьего. Просто великолепное произведение. А если интересно, как власть формируется, откуда возникает импульс, читайте Ричарда Генриха V. В общем, Шекспир он недаром стал тем, кем он стал. Если интересно, это не маяк, но это полезный как инцидот. Читайте Фауста Гёта, как понять, как вообще родилась цивилизация модерн, откуда она рождается, какие у нее проблемы и к каким-то небезваримым препятствиям она приходит, за исключением того, что VPN, так как у Гёта, у нас не будет, у нас будет скрепок. То есть это мое восприятие. Очень люблю Артеку и Гассет из философомника. Причем в идеале, если найдете не только то, что перевели на русский язык, то есть не только «Бесхребетную Испанию» и «Восстание Марс», это самое известное его произведение, но у него в разы больше интересных статейных работ именно по философии истории, про историю, то есть про исторический кризис. По-моему, есть что-то переведенное, но есть на английском разные переводы, я его на немецком читал, но не суть, просто как автор просили назвать ориентир. Артеку и Гассет абсолютно прекрасный философ. Из этого же языкового пространства Маргос Варрия Львелсова и «На конца света» — мое любимое произведение из латиноамериканского, такое культурное произведение, тоже очень глубокое, про варение духа, про действие духов, просто потрясающе, крайне рекомендую. Из русских авторов относительно современных крайне рекомендую Юрия Тамбровского. Это просто потрясающий человек, то есть эта обезьяна приходит за своим черепом и крутит ненужных вещей. Два произведения, которые читаются безумно актуальны, безумно трагическая судьба автора, но, опять-таки, на мой взгляд, это вечный фонд, такой вечный литературный фонд, который с нами останется и который от нас никуда не денется. Дальше начинается моя философская штука. Я могу как философ, повторюсь, я люблю традиционалистов, то есть Фогелин на меня большое в свое время произвел, то есть из прям русских-русских философов философов — это Бердяев и Несмелов, два прекрасных философа, которые тоже один известен, более-менее, но тоже, мне кажется, редко читается, второй вообще неизвестен, а онтология у него более, у него очень мощная онтологическая картина разработана. Из современных, вот именно, ну, грешно дело, ну, как же называется, грешен, Джордан Питерсона люблю посмотреть. То есть не все и не через чем, но бывают у него мощные хорошие гости, мощное интересное пространство, особенно на таком англоязычном поле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова